Если ты сидишь в тюрьме, значит мало украл. А если сидишь в депутатском кресле, значит в самый раз. А если ты раз за разом отправляешь в нокаут здоровенного подготовленного мужика, значит каждый последующий будет тебя бояться еще больше. Приветствую вас, белокурые тюлени, с вами Федорович. А в этом видео мы насладимся и ужаснемся от мощи самоанской боксерской машины в лице Дэвида Туа. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, переходите по ссылке в описании. Бывает, придет идея в голову, но упорно не может найти мозг. А вот левый хук от Туа частенько находил челюсть противника. Так же произошло 15 марта 1996 года в бою против Джона Руиса. Туа набрал обороты и имел за плечами 23 победы без единого поражения. Поэтому желание одержать красивую и быструю победу реализовалось уже в конце первого раунда. В казино выигрывает только владелец, а в бою тот, кто лучше готов. 12 декабря 1996 года нигереец Дэвид Айзен был хорошо готов к поединку и имел рекорд в 18 побед и всего лишь одно поражение. Но Дэвид Туа также не хотел портить свой беспроигрышный рекорд в 26 побед, что, в общем-то, было на руку зрителям, которым посчастливилось наблюдать жесточайший бой и невероятный нокаут на первой минуте 12 раунда. На свете много хороших людей, но на том свете их гораздо больше. А хорошие боксеры были всегда. Но всегда кажется, что в прошлом их было больше. 19 декабря 1998 года. Зрители наслаждались поединком между двумя очень хорошими боксерами. Хасим Рахман с рекордом в 29 побед без поражений схлестнулся кулаками с Дэвидом Туа, у которого было 33 победы и лишь одно поражение за пояс USB-A и IBF. Классный бой закончился довольно спорной, досрочной победой Туа. Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой. А для того, чтобы защитить чемпионский пояс, не обязательно проводить тяжелый бой. 3 июня 2000 года Обет Салливан позарился на пояс IBF Intercontinental, который висел на оси на Италии Туа. Но уже через 2 минуты боя, лежа на конвасе, Салливан явно сожалел о своем желании. Что сорвется с языка, назад в рот не воротишь, поэтому обещание победить досрочно нужно выполнять. Что и сделал Туа в поединке против Дэниэля Николсона 23 марта 2001 года. Несмотря на постоянное движение Дэниэля по рингу, Дэвид все-таки нашел момент для четкого удара и на экваторе боя поставил жирную точку. Частенько соседская сена бывает вкуснее домашнего риса. Вот так же и многие боксеры думают, что их возвращение в бокс будет успешнее, чем вся карьера до этого. Но вот возвращение Майкла Мюррера, бывшего чемпиона, оказалось не очень удачным. Ведь Дэвид Туа не имел никаких иллюзий про уважение пенсионеров в ринге и 17 августа 2002 года в Атлантик-Сити похоронил мечты Майкла о новой славе за 30 секунд. Яйцо не бывает квадратным, а уличная женщина искренней. Но зато бывают великолепные комбинации. 30 ноября 2002 года Дэвид встретился в ринге с Расселом Частин и провел бой в своей излюбленной манере первым номером, постоянно обстреливая оппонента. Пока в середине второго раунда не закончил это шоу такой, казалось бы, простой, но эффективной комбинацией. По женской логике проще сказать «да», чем объяснять мужику, почему нет. А по боксерской логике жирный боец должен быстро уставать, но частенько такие бойцы очень удивляют. Прямо как наш Туа, который 31 марта 2005 года встретился с американцем Талмаджем Гриффитсом и провел тяжелейшие 10 раундов. Но за минуту до конца боя, когда, казалось бы, у такого пельмеха не должно остаться никаких сил, устроил настоящую бойню и одержал досрочную победу. Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. Ну разве что жесткий апперкот, которым Туа похоронил Морриса Уиллера 3 ноября 2006 года. Чужое страдание можно терпеть хоть всю жизнь. Также и зрители могут говорить слова сочувствия, но все удары на свою голову принимает боксер. Асерон Фокс 7 сентября 2007 года принял этих ударов от Туа немало. Побывав пару раз в нокдауне, в середине второго раунда после очередного хука Фокс уже встать не смог. Встречают по одежде, а провожают тоже плохо. Именно так и сделал Дэвид, когда 18 августа 2007 года совсем нелюбезно встретил в ринге мексиканского чемпиона Сауля Монтану. А проводил он его еще хуже, отправив тяжелейший нокаут за 45 секунд. Иногда движение вперед является результатом пинка сзади. Но чемпионов пинать не стоит. Они сами идут вперед на пролом. Прямо как наш Тигр, который 3 октября 2009 года сошелся в ринге против Шейна Кэмерона сразу за два пояса WBO Asia Pacific и WBO Oriental. Зрители точно не пожалели, что пришли на эту мясорубку, в которой Туа дважды отправил Шейна в нокдаун в первом раунде, а во втором просто забил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам мощь Дэвида Туа. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика. Все, какой спокойный. Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Два, два, три, два. Клодрака одна, да? За дистанциями. Короче, я вот что делаю. Хлопу вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хлопу вырываю голос. О, мега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...